Приветствую всех, друзья мои, с вами Осина, и мы продолжаем играть в такую замечательную игру, как Tomb Raider. И я совершенно не знаю, где мы с вами находимся. Нет, конечно же, главная локация ясна, мы находимся в Южной Мексике, и прибыли мы сюда за поясом Тора. Пояс Тора в Мексике. Если вы не знаете ответы на эти вопросы, то лучше посмотрите мои предыдущие видео, или сами поиграйте в эту замечательную игру. А тем самым временем я постараюсь понять, куда же мне все-таки стоит ехать. Ну, видимо, стоит мне ехать туда, где я покончу жизнь самоубийством. Почему все сразу же начинается с фейлов? Ай, игра. Лара, давай слушай друг друга. Итак, у нас есть календарь Майя, и мы нашли какие-то финтифлюшки, наверное, для него. Давайте еще раз к нему съездим. По-моему, он находится в той стороне. Так. Все верно. Так и есть. Я очень сильно путалась, когда играла впервые. Так, хорошо. Вот наш календарь. Он явно не выставлен на эти безымянные дни. А смотрите-ка вон, что я вижу. У нас есть еще один календарь. Ага, абсолютно зеркальный. И мы, по-моему, нашли что-то в прошлой серии или не нашли. Не знаю, но надо в любом случае туда попасть, потому что мы там еще не были. Так, вперед из песни. Блуждать по местной территории. Так, в какую нам сторону? Оттуда мы вообще приехали полностью. Значит, надо ехать сюда. Уху! Так, стоп. Аккуратно. Я даже не представляю, как я потом буду на время здесь кататься. Это же просто убийство для меня. Для мозга моего. Так. Где мы были, где мы не были? По-моему, в ту сторону мы ездили уже с вами. Ну, почему-то мне очень знакома эта пещерка. Точнее, этот проход. Угу. Там основная арена действий. Поехали сюда. Ну да, какие-то новые достаточно локации, по-моему. Действительно, здесь я не бывала. Да что ж такое-то? Водитель я фиговый. Ой-ёй-ёй! Стоять! Будешь меня потом скидывать, да? От мотоцикла. Знаем мы вас, пантер. Их! Еще и кусается. Я поняла то, что с ноги она бьет действительно гораздо сильнее, чем ее пистолеты. Олрайд. Так. Стоп. Аккуратность наша, все. Сам падла. Ай-яй-яй-яй-яй! Там Испаньоле. Злой Испаньоле стоит. Желает моей смерти, по-моему. Впервые разберусь с Багирой. Дальше займусь своими испанскими друзьями. Мексиканус. Дядечка, пожалуйста, не надо только в меня стрелять в ответ. Мне это не очень нравится. Мне это не особенно приятно. Так. Что у нас здесь такого интересного? Я больше чем уверена, какой-нибудь артефакт припрятали. Вот когда этого ожидаешь, обязательно его не найдешь. Фуф. Эй-эй, полезные вещички. Ладно. Все достаточно просто. Как мы можем наблюдать, дверь закрыта. Валяется на земле шест. И, наверное, стоит его взять. Не допрыгнешь? Конечно, не допрыгнешь. Ладно. Не поняла я юмора. А что такое? Ты, извините, таскала целые огромные клетки. А здесь какой-то камушек не можешь придвинуть. Лара, Лара. Так. Но в то же самое время, если нам надо будет опустить рычаг, то надо как-то поставить вбок. Иначе этот камень будет мешаться. Ладно. Я думаю. У меня физические загадки сейчас. Все. О. Аптека. Аптечки здесь, конечно, выглядят как... Не знаю даже. Как какое-то подношение амброзии священной. Так. Давай, Лара, ну же. Ты надо мной смеешься? Ты надо мной издеваешься? Аккуратнее залезай. Так. Раз, два, три. Не знаю. Наверное, я все-таки в чем-то ошиблась. Давайте немного попробуем его еще подвинуть. Так, она у меня виснет просто на каждом шагу. Лар, ты что? Я, например, играю сейчас в восемь утра. Но... Я думаю, твое невысыпание не зависит от меня. Ну вот, действительно, все правильно. А, я же теперь могу это все дело отодвинуть. Господи, дорогой мой мозг, включись, пожалуйста. И вуаля. И вуаля. Врата в преисподнюю. Врата в преисподнюю. Правильно, я думаю. Скорее всего, так. Ну... Ммм... Две стрелочки уже готовы. Ага. Все, я поняла. Это у нас вращает внешнее колесо, а то внутреннее. И теперь мы повернем так, чтобы у нас... Нет, стоп. Это нам не надо поворачивать. Ааа... Начинается... Господи, начинаются проблемы. Надо, наоборот, зафиксировать все это дело. Ааа... Теперь повертеть среднее колесо. Потом снова зафиксировать. Ну да. Так, стоп. Готово? Ес. Ну точно, да. Теперь вертим это. И фиксируем... Самое внутреннее колесико. Не особенно сложная загадка. Нашла чем хвастаться. В будущем там нас такое ожидает, от чего у меня просто, наверное, крышу будет сносить постоянно. Я вот раньше думала, то, что универсари, наверное, из новых томбрайдеров одна из самых сложных. Потому что, например, те же миссии в Египте, они очень сильно запутаны, и там нужно ходить по локации туда-сюда, искать ответы. Но, когда я узнала, что представляет из себя Андер, то... Мое мнение как-то резко изменилось, знаете ли. Так, Лара, давай. Прыгаешь с таких уступов, потом начинаешь бояться. Да не кричи, женщина. Все, поехали к тому календарю. Выставим его, и начнется самый кошмар. Это временная дистанция, когда нам на время надо будет куда-то проникнуть. Я плохо помню, как это делать, но помню то, что у меня это мощнейшим образом не получалось. Хотя, я надеюсь, что наличие геймпада в руках моих сейчас облегчит эту проблему. Да, вот сюда нам надо будет вернуться. Ладно, все. Вперед. Вперед без песни. Сейчас 350 тысяч раз наверняка свалюсь в пропасть. Обычно, когда я себя начинаю анти-расхваливать, я играю как можно более корректно. Как только я начинаю себя хвалить, то все. Вырезаюсь в каждый угол. Да, давай уже. Сразу же давай установим мотоцикл. И идем заниматься крутиловым вертеловым. Да, так оно и есть. Теперь нам надо выставить... Давайте опять начнем со среднего колеса. Да крути же ты, женщина, давай. Не знаю, как-то здесь все дело туго идет. Очень медленно. Нет, нет, нет. Сперва среднее колесо. Угу. Теперь. Это. Потом, да, формируем самое внутреннее. И возвращаем все на дистанцию. Если, кстати говоря, не получится на время сейчас все пройти, то они вернутся в изначальное состояние. Опять надо будет кататься туда-сюда. Давайте надеяться, что у Асины получится. Начинается феерия. Феерия красок. Путешествие в загробный мир. Майя, зачем вы это делали? Зачем? Почему? Почему все так сложно? Если не ошибаюсь, то на все про все у нас есть минута. Да, поэтому мы просто ускоряемся. Бежим, бежим, бежим к нашему мотоциклу. Да наплевать мне на вас. Все, животное, отстаньте. Так, теперь надо очень-очень-очень-очень-очень-очень быстро и качественно нестись вперед. Главное, нигде не навернуться. Главное, тихо, спокойно. Все нормально, мы успеваем. Мы успеваем, мы успеваем. У меня даже руки вспотели. Давай, 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 давай. Ребята, мы успели. С первого раза. Йиху. Майский иероглиф. Майский иероглиф. Место страха. Да, это Оксибальба. Майская земля мертвых. Мгм. Рычажок пока нам не дается. Видимо, пока он нам и не нужен. При помощи него мы отсюда будем выбираться. Как я уже говорила, абсолютно все локации ведут нас потом к выходу. То есть, когда мы завершаем, можно сказать, свою миссию, мы обязаны вернуться на начальную точку. По-моему, так абсолютно везде. Хотя я могу и ошибаться. Повторюсь, я не играла года четыре. Да не... Лара. Тут же чашечки, тут же вазочки. Все же надо разбить. Все надо исследовать. Вообще, на самом деле, вот так вот посмотреть со стороны, ну, абсолютно безумная женщина. Вы бы на таком... В таком местечке стали бы кататься на мотоцикле. Так, не знаю, зачем сие... У нас шесты находятся. Зачем они здесь? Но, если они здесь есть, то, наверное, для чего-то. Угу. Очень интересно. Ладно. Оставим пока все как есть. Вполне возможно, я чего-то недопоняла. Явно надо какой-то рычаг найти. Ну, Лара, ну что ты? Господи, давай. У Асины начинается классический затуп. Кошмар. Отлично. Вроде бы, со всем мы справились. Ах, вот оно как. Скрытый рычажок. И новые враги. Вот такие паучки меня вполне себе пугают. Такие альбиносы толстые. Ах, они особенно приятные на вид. С ноги, кстати, как-то поприятнее выносятся, что ли, побыстрее. Ну, где ты? Ах ты, какой паразит, а! Вот тебе. Нет, если бы я, конечно, в жизни увидела такого паука, у меня бы, наверное, случилась бы легкая истерика. Легкая так настолько, что я потом, наверное, неделю не смогла бы разговаривать. Стоп. Подношение священной амброзии. И еще одно, кстати говоря. Вообще, именно здесь, в Мексике, мне сразу вспоминается потрясающее просто произведение Дочь Монтисумы. Конечно, там были ацтеки, к Майе они особого отношения не имели, но... А это, видимо, жрецы. Повелитель Шипальба. Да вы шутите. Да вы шутите. Ты очень нехороший паук, ты только что... Ил, мой адреналин. Вот так вот. Будешь знать, куда лезешь. Так подзавис. Ну что же, осмотримся, господа. На самом деле, мы попали, можно сказать, в зал сезонов. Очередные испытания. Четыре комнаты, которые нам надо будет пройти. Довольно нетипичная вещица. Точнее, именно обстановка, которая нас будет окружать. Но вот испытания подобного рода мы встречали в Tomb Raider, ну, практически, чуть ли не в каждой части. Я, например, точно могу сказать, что подобное мы наблюдали в Универсире. Именно, когда мы ходили по залам Атласа, Гефеста и же с ним. Подобное мы наблюдали в том же... Так, давай уже разбей. ...на Д'Анджело в Д'Аркнесс, где была галерея сезонов. И здесь будет такое же. Нас будут ждать определенного рода ловушки, определенные комнаты, в которые нам надо будет попасть. А вот как попасть в них, это надо вспомнить. Месье, не вы ли потеряли свой жезл? Видимо, вы. Так, я еще один где-то видела. Или мне показалось? Не удивлюсь, если у меня были галлюцинации довольно стойкие. Давайте осмотримся. Ну, я реально видела где-то еще один жезл. Так, вот этот месье у нас тоже сидит. Просто так. Ручка-кулак. Хорошо. Ладно. Наверное, у меня были стойкие отъявленные галлюцинации. А, вот оно. Хи-хи. А как двери открыть? Я не помню. Ну, надеюсь, сейчас мы со всеми разберемся. Держите. Вот эти вот все ловушки, вот эти вот все технологии, которые использовались древними народами, да, они и по сей день кружат голову. И археологам, и, собственно, историкам. И просто людям, таким, как я. Как, как они умели, при, можно сказать, полном отсутствии технологий, творить подобное? Вряд ли здесь замешаны, конечно, инопланетяне. Ну, древние народы точно обладали каким-то тайным знанием, недоступным нам. Да, моя замечательная детская мечта быть египтологом, археологом, и же с ним, к великому сожалению, не оправдалась. Не получилось у меня, из меня именно такого рода ученого. Хотя, что уж говорить, я и астрофизиком быть хотела. Так, и еще у нас один господин остался, которого надо повернуть. Видимо, этот. Все, все двери открыты, но, поверьте, это только самое минимальное, что мы могли сделать. Сейчас начнется блуждание. Почему блуждание? Да потому, что я точно буду путаться. Куда и как нам попасть. Давайте думать. Я слышу кого-то. Так, давайте думать. Я вон вижу, например, кольцо. Наверняка оно находится здесь не просто так. Женщина, давай, запрыгивай. Все. Только не говорите, что я забралась сюда только для аптечки. Я, конечно, совсем не против подобного. Так, разбей уже. Так, можно прыгнуть в эту сторону, можно прыгнуть в ту сторону. Давайте в ту. Не знаю, мне как-то это более по душе. Я не понимаю, здесь опять пантеры или это пауки такие звуки издают. Так. И что у нас здесь будет за испытание? Или вообще никакого испытания? Просто комната, заваленная камнями. Ну, вы знаете, да, действительно, здесь просто комната, заваленная камнями. Нравится ли мне это? А почему бы и нет? Ага. А давайте посмотрим вообще, сколько мы с вами уже артефактов нашли. Так. Реликвий нет. Артефактов 29 штук. Достаточно большое количество. Интересно, где здесь запрятана реликвия? Так. Да будет первый камушек. Ммм. Так, стоп. Я вижу реликвию, точнее, вижу артефакт. Значит, я должна его взять. Если я его вижу, я должна его получить. Но каким образом? Так. Она не допрыгивает. Здесь есть за что захватиться. А. Все понятно. Просто надо было чуть-чуть с разбега. Ну вот видите, уже 30 штук. Ничего себе, может мы все артефакты найдем. Лара, ты прекрасна. Я поняла то, что драться с пауками, это прямо таки доставляющее удовольствие вещичка. Так, кто еще? Получил? Э-э-эй, иди сюда. Иди сюда, дорогой. Я тут, наверное, вашу маму и папу убила. Вы уж простите, конечно. Я арахнолюб. Но вы как-то больно кусаетесь, поэтому придется от вас избавиться. Так, хорошо. Там, где было кольцо, мы могли еще сходить направо. Точнее, налево. Лево-право. У меня сейчас с дислокацией проблемы. Так, хорошо. Давайте. Оп. Нет. А-а-а. Господи. Я сама себе периодически фейспальмлю, потому что мне так жалко Лару. Ей управляет самый хривый человек на свете. Да пошло ты отсюда. Так, ребята, это уже не весело. Ты меня еще закусай. Я надеюсь, после получения этой штуки у нас с вами сохранение прошло. Давайте ее вставим, что ли, в общий столик. Так, ну и дабы мы не ходили в одну и ту же дверь по несколько раз, я думаю, стоит ее отметить тем, что мужчина, сидящий напротив двери, будет сидеть поближе к столику. Вот такое у меня странное распределение обязанностей. Кстати говоря, здесь вообще такая простая была дорога. Я сюда не пошла. Это почему? Угу. Напоминает легенду, не правда ли? Мне напоминает. Так, раз, два, три. Побежали. Йес. Ну, не такое уж и сложное испытание. Так, теперь надо с вами понять, как отсюда выбраться. Давай, давай. Оп. Дуралей. А, все, поняла. Просто надо скинуть ящик, видимо, его как-то... Подтащить. Ох, я умерла. Ээээ, какая жалость. Как же надо правильно вести себя здесь. Наверное, надо прям ровно на середину поставить этот ящик. Ладно, сейчас. А, зачем на середину? Я же могу. Нет, я не могу. Или могу? Ладно, давайте попробуем. Да иди сюда уже. Нет. Нет. Да вы шутите. Я же сейчас погибну. Я не погибла. Я не знаю, как это случилось, но какая-то галлюцинация была. Меня не задавили эти пласты каменные. Прелестно. Так, мне очень даже нравится. Ну-ка. Пауки, пауки, пауки. Вы здесь будете постоянно респауниться? Так. Все уже. Отпрыгал ты свое. Всю паутину свою заплел. Так. И появилась у меня одна идейка. Как-нибудь аккуратненько. Нет. Ай. Лара, давай. Ведь наверняка не зря здесь этот уступ существует. Вот. Молодец. Будешь меня слушаться, буду тебя хвалить. Так. Ага. Туда, туда, туда. Нет. Надо немного приспуститься. Я вообще боюсь за нее. В последнее время я падаю просто на... Все. Я продемонстрировала свой скилл падания. Это... Это такое фейлопрохождение. И в то же самое время... Хорошо. Не надо меня пугать, пожалуйста, что мне еще раз это придется проходить. Я просто нажимаю в одну сторону, а она прыгает совсем в другую. Не знаю, ну не настолько же я крива. А теперь отпрыгивай. Понятно. Слава богу, я вовремя догадалась... О наличии своей ошибки. Так. Все это торгут, но... Но-но-но-но-но-но. Что-то тут не так. Эй! Смотрите, чего делает, а? Пытается меня скинуть. Наглый и мерзкий паук. Ладно. Понятно. Здесь главная предельная осторожность. Сумасшедшая женщина. Я постоянно ее так буду называть. Выглядите вообще, что творит. Миссия выполнена. И, по-моему, мы как раз попадаем к огненной комнате. Ой, господи ты, боже мой. Давай, придурочник, ты меня не выманивай, пожалуйста. Я не очень хочу, на самом деле, здесь заниматься ерундистикой всевозможной. Туда-сюда лазит. Может, гранату в него кинуть? Он меня раздражает. Подзавис там, ладно. Бывает. Жизнь вообще очень сложная штука. Так. Найс. Огненная комната. Надо понять, каким образом нам надо здесь пробраться. В наши каменные таблички. Угу. Кажется, поняла я. Так. Теперь. Раскручиваемся. Ждем, пока вот в той пасте прекратит идти огонь. Туда-туда. Ну, в принципе, не так уж и сложно. Так, Лар, допрыгнешь? Ох, я бестолочна. Ладно, все получилось. Отлично, хорошо. И даже не так уж, чтобы очень сложно. Так, теперь снова. Ты что, не умеешь перелазить поверху? Теперь снова сюда. Ох, уж эти ловушки. Они сводят меня с ума. Тихо, 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 тихо. Тихо, только не поджаривайся. Угу. Я хочу вообще туда попасть. Хотя у меня появилась определенного рода идея. Может быть, не особенно верная? Но я хочу слазить за артефактом. Уж если игра мне это позволяет, то почему бы это не сделать? Ой-ой-ой, пяточки горят. Прям серия про то, как Асина вела себя как молодец, но вот только ничего особо рассказать людям не могла. Ладно, у каждого свои недостатки. Ну что ты тут все? Не переживай, видишь, я пришла к тебе. Так, получили мы две, по-моему, каменные таблички. Или одну? Или две? Нет, одну пока что. Все, и дядечку отставляем. Дядя, все, до свидания. А, стоп, нет, мы получили еще. Одну. Точно, точно. Мне вот интересно, они когда записывают звуки, как, собственно, пищат пауки, это основано на реальных звуковых эффектах, которые они издают. Или нет? Так, раз, два, три. Трое дядек сидит здесь, а нам нужно вон в ту комнату. Как мы туда попадем? Давайте подумаем. Вы отпочковываете здесь, что ли, от камней? Я не понимаю. Так, здесь у нас есть шесты, но запрыгнуть на них не можем. А, все, поняла. Поняла. Великая священная интуиция. Ты творишь чудеса. Ты творишь чудеса. Так, и что дальше? Назад? Нет, назад нельзя. Надо как-то перепрыгнуть вот туда, но она же у нас с угла, по-моему, не умеет прыгать. А, нет, умеет. Хм. Все-таки много-много вообще в акробатике чего интересного добавили. Да, безусловно, не устает меня радовать. Господи. Все, забалтываюсь, ребят. Честно. Ночью практически не спала. Сейчас подзаболела, собственно, поэтому настолько часто стали выходить серии. Так, понятно. Аккуратно, аккуратно вертимся. Да нет же, Лара, ты можешь меня послушать или не можешь? Тихо-тихо-тихо-тихо. Все. И? И что? Я поняла вас. О, боже, да чего же страшно так стоять? Я вот как... Я на нее смотрю, и все, у меня аж поджилки начинают трястись. Ну, так бы оно было в реальности, если бы я была на месте Лары Крофт. Нашла время тянуться. Но это несправедливо, господи. Я вот... Ай, только со всеми делами разделаюсь. Опять придется этих пауков стрелять. Так, где здесь эти шесты? Да-да, я знаю. Осина очень кривая. Поэтому вам приходится наблюдать вот такое вот прохождение. Зато честно. Я не обладаю скиллом правильного распределения своих возможностей. Зато так же веселее. Постоянно наблюдать за смертями Лары Крофт. Ха-ха. Очень весело. Да уж. Так. Сюда. Я не знаю, у меня с этими шестами вечно какие-то траблы происходят. То ли я не могу нормально скоординировать ее на прыжок. Вот сейчас вот получилось. This is so good. Так. Давайте чуточку пониже. Да! Ха-ха-ха. Ненавижу это место. Ну спасибо. Спасибо, что не из огненной комнаты хотя бы. Уже маломальский плюс. Ненавижу тебя, ненавижу тебя, это гребанное место. Майя, вот как вы сводили людей с ума. Но я же все-таки не ваша жертва. Отлично. Лар, давай. Давай, ты сможешь. Я в тебя верю. Искренне в тебя верю. Там еще явно пауки какие-то опять появились. Раз. Да. Раньше проблема заключалась в том, что осиные стены, сейчас осиные шесты. Если я в принце Персии начну играть, интересно, каких врагов в виде шестов я обрету там? Да что ж такое-то, а? Ладно, последний, последний, вообще, последняя попытка, и я ставлю на паузу, и чтобы вы не наблюдали вот эти вот постоянные мои мыторства. Несчастность. Счастная бедная женщины. Уже, уже интересно, вы посмотрите, как все дело пошло. Уже что-то новое, я начинаю падать просто на пустом месте. Там, где раньше такого не могла себе позволить. Игра меня, причем, стабильно хочет, не знаю, как-то успокоить. Играет мне довольно милую, приятную мелодию. Этакий эмбиент. В стилистике. Ну, как-то он меня не особенно радует. Так, Лар, давай. Оп. Ммм, скриншот. Без сомнения, скриншот. Вообще, частенько стали в последнее время попадаться такие игры, что ты в них играешь, и все, и понимаешь, они достойны того, чтобы ты их фотографировал. Чуть ли не постоянно. Ребят. Ладно, хорошо, все, ставлю на паузу, и... Или еще один, один давайте. Давайте дадим мне еще один шанс. Если хотите, просто промотайте и не смотрите этот бред, которым я сейчас занимаюсь. Я назову эту серию о том, как осина с одной и той же стены сто тысяч раз падала. В плане акробатики, конечно, меня больше добивали старые. Я, причем, в пятой части, помню, там какое-то местечко было, в котором я просто погибала раз шестьдесят. У меня уже глаз от напряжения выпрыгивал из орбиты, но в итоге, когда ты это проходишь, ты этому так радуешься. Ну, и в чем проблема? Мне что, с самой высоты надо, наверное, прыгать? Все. Но проблема, правда. Ставлю на паузу. Простите, ребят. Встретимся, когда я, наконец-то-таки, перепрыгну. Я снова здесь, я снова с вами. И я поняла, насколько я обладаю мировым кретинизмом. Только сейчас я заметила, что прыгать надо было не на уступ, а прыгать надо было вот сюда. Ну, прекрасно. Вы понаблюдали такой тупняк, который просто давненько в голове моей не присутствовал. Да уж. Игра, что ты делаешь со мной? Игра. Не надо. Ха-ха-ха. Так, ладненько. В какую сторону нам нужно? Кстати, давайте потом обязательно поднимемся наверх и возьмем тот артефактик, который наверху лежит. Только что его заприметила. Господи, как можно? Я заставила и вас страдать, и себя страдать. Ай. Странная я женщина. А. Копья. Вы думаете, вы меня этим напугаете? Нет. Оп. Мечи. Вы думаете, вы меня этим напугаете? Хоп-хоп. Так, ладно. А может и напугают? Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. А, я уже могу, в принципе, подняться. Тоже мне ловушки. Вы не лазили никогда по шестам? Вот и все. Да бери ее уже. Мы столько натерпелись. Довольная? Я вот как-то не очень довольная, Лар. Честно. У меня аж мозг оплавился, пока я там прыжками занималась. Так. Хорошо. Раз. Меч. В принципе, можно спрыгнуть, наверное. Угу. Но почти в каждой комнате там лежит наверху артефакт. Поэтому я думаю, что стоит туда слазить. Ведь это достаточно несложно. Почему бы и нет? Так, стоп. Не падай. Я понимаю, что ты зависла в воздухе. Какая-то она у меня вообще безумно глюканутая. Вроде бы последняя самая версия игры. Обновлялась специально недавно. Пф. Ну ладно. Кстати, никогда не играла в нее именно в версию для PlayStation. Даже как-то интересно. Что она из себя бы представляла. Так. Здесь у нас наверху лежит артефактик. И здесь у нас появился мой старый глюканут. Паук. На уже тебе с ноги получи. Нашел кому приставать. К великой расхитительнице? Ну-ну. Придумал бы что-нибудь поинтереснее, господин паук. Ребята, извините. У меня действительно концентрация идиотизма. Прямо высоко преобладающая сейчас. Давай уже. Ты же даже со мной сражаться не хочешь. Просто от меня убегаешь. Где мой мотоцикл? Куда я должна попасть? Я ничего не понимаю. Игра, ты показываешь меня не с лучшей стороны. Это весьма и весьма неприятно. Да только не погибнуть. Только не погибнуть по глупости. Все. Аккуратно. Включаю. Скилл. Аккуратность. Прыгать надо сюда. Потом сюда. Сюда. И мы попадаем к артефакту. Вот и все. А я себе напридумывала проблем. Здесь что, берешь артефакт и получаешь паука в подарок, что ли? Ну, где ты? Выходи. Трус. Все, мужчина. Ваша тарелочка готова. Прошу к столу. Так, теперь, если мне не изменяет память, да, открылась дорога назад, это, конечно, очень хорошо, но нам же нужно получить... Торовский пояс. Поэтому. Поэтому нужно поставить наш прекрасный мотоцикл сюда и открыть путь. Не кажется ли вам, что под всей этой архитектурой маийской находится опять что-то скандинавское? Лар, ты совсем с ума сошла уже? Я предельно тебя понимаю, но давай. Давай прокатимся вниз с ветерком. Вот уж точно в самую преисподнюю. Так, стоп, стоп. Там что-то было. Там были мои галлюцинации, очевидно. Ну, ладно. А вот здесь точно. Припрятали артефакт. Не знаю. Не знаю, я бы пожалела, наверное, мотоцикл. Э-э-э-э-э. Нет. Начинается безумие. Безумие там, где я застреваю. Так. Отлично. Давай, развернулись и поехали. Лар. Ладно, сходим с ума вместе, как говорится. Йес! Отлично. Не знаю, как, конечно, назад вернемся. Голова льва. При помощи нее мы, наверное, вернемся назад. Точно, там же у нас какой-то рычаг был. Так, ты тут встал, мой замечательный мотоцикл, что ни пройти, ни проехать. Давай-ка... Все. Стоять. Припарковалась. Скилл увеличен. Прокачан, так сказать. Что же, ребятки, мы явно выходим куда-то в очень интересное местечко. И здесь мы можем Мидгардские змеи, да, наблюдать. А это описание конца света. Рагнарог, который, да, в скандинавской мифологии называется. И, очевидно, именно здесь мы сможем найти поезд Тора. Из пасти которого течет Ротклетая вода. Так. Я поняла, что с вами лучше вот так бороться. Хорошо, ребятки, я думаю, что на этом моменте надо будет с вами попрощаться, ибо очень долго уже играю, наверняка серия затянулась, я уже еле-еле могу сводить мысли с мыслями. Большое вам всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх, если вам нравится такое бредовое прохождение и умирание на каждом шагу. Однако, я рада, что вы со мной и оцениваете, и смотрите. Всем пока-пока, до новых встреч!